С удовольствием представляю политика депутата Госдумы России 96-го 2000-го годов Константин Боровой с нами на связи. Константин, я вас приветствую. Здрасте. Рад вас видеть. И давайте мы перейдем к теме, которая сейчас волнует, наверное, весь демократический мир. И не только демократический. Министр обороны России Сергей Шойгу предупредил министров обороны четырех стран США, Великобритании, Франции и Турции о провокации с грязной бомбой, которую якобы готовит Киев на территории Украины. Это устройство якобы совмещает в себе радиоактивный материал с обычной взрывчаткой. Такое оружие загрязняет территорию вокруг зоны взрыва радиоактивным материалом. Провластные РИА Новости, ссылаясь на проверенный источник, пишут, что Киев обвинит Москву в применении оружия массового уничтожения, а после Запад лишит Россию статуса постоянного члена Совбеза ООН. Такие же заявления сделал еще один прихвостень Путина Сергей Нарышкин. Директор службы разведки заявил, что Россию беспокоит риторика Запада о возможности применения ядерного оружия. Стоит отметить, что страны Запада отказались верить словам российских деятелей министров. Об этом совместном заявлении сообщили США, Британия и Франция. Тут, кстати, нужно обратить внимание, что Турция в этом совместном заявлении не фигурирует. По мнению аналитиков Института изучения войны, звонки Шойгу про грязную бомбу – это всего лишь намеренность запугать и расколоть блок НАТО. Президент Зеленский тоже отреагировал на эту историю. В своем вечернем обращении он сказал, что мир сейчас должен жестко реагировать на подобные заявления. Если кто-то и может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это лишь один субъект, и этот субъект как раз и приказывал товарищу Шойгу куда-то звонить. Если Россия звонит по телефону и рассказывает, что якобы Украина что-то готовит, это значит, что Россия уже все подготовила. Полагаю, что сейчас мир должен максимально жестко отреагировать. Если Россия подготовила очередное поднятие ставок и очередной эскалационный шаг, она уже сейчас превентивно и к любой новой своей грязи должна увидеть, что мир этого не проглотит. Ну, собственно говоря, вот такая история. Я попытался сейчас так более-менее вкратце рассказать всю ее предысторию и реакции сообщества. Что по этому поводу думаете вы? Как вам вот эти заявления о России? Ну, это уже было во время Чеченской войны. Делались похожие заявления о том, что чеченцы собираются, могут использовать грязную бомбу. Даже назывались источники вот этих радиоактивных отходов, которые где-то там хранились на территории Чеченской республики. И было похоже, что Россия тогда готовилась применить такое оружие, потому что и сопротивление той первой Чеченской войне было очень сильным, и демократическая, так сказать, общественность очень резко выступала. Это носило характер пропагандистского действия, так же, как и сейчас. В общем, это пропаганда о том, какой украинский народ нецивилизованный, нападает на бедную беззащитную Россию своими, значит, ядерными отходами. Ну, обычная пропаганда, которая создает условия для работников пропагандистского фронта иметь дополнительный аргумент вот такого рода, что разговоры о возможности применения Украины грязной бомбы ведутся. Ну, все правильно, Зеленский говорит о том, что если Россия в данном случае Шойгу говорит об этом, это значит, что применение ядерного оружия, ну, рассматривается, по крайней мере, возможности. Ну, я вам скажу так, как показывает практика, в условиях войны особенно, когда российские пропагандистские СМИ заявляют что-то одно, то, как правило, получается что-то другое и противоположное заявление. Это такая тактика Кремля, я тоже об этом мы вчера или позавчера вспоминали, вот, то есть, если они говорят белое, это значит черное, если говорят черное, значит белое. Поэтому, в моем понимании, наверное, скорее всего, действительно, надо очень серьезно относиться к таким заявлениям. Ну, кстати, точно так же считает и командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский. Он в интервью ABC News сказал, что Запад должен беспокоиться из-за возможного ядерного удара России по территории Украины, поскольку угрозы со стороны Путина реальны. Он сказал, что такая, я считаю, что такая угроза действительно существует и мы обязательно должны ее учитывать. Но будем надеяться, что Путину не хватит, скажем так, смелости принять такое решение. Там есть еще одна сторона в этой проблеме, связана она с тем, что возможность применения ядерного оружия, тактического, стратегического, грязной бомбы, позволяет Западу сдерживать Украину, недостаточно поставлять в оружие Украине, чтобы не создать условия, так сказать, для Третьей мировой или ядерной войны. Так что здесь Шойгу не только запугивает, еще и создает условия для того, чтобы Украина в меньшей степени поддерживалась Западу. Теперь предлагаю перейти к следующей теме. Израиль уничтожил место сборки иранских дронов в Сирии в аэропорту Димас. В результате прямого ракетного удара были уничтожены военная логистика и оборудование, которые использовались для сборки беспилотников иранского производства. Именно тех беспилотников, которые Иран поставляет для Кремля. Кроме того, Израиль предоставил Украине разведданные, которые необходимы для сбития иранских беспилотников. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на украинского чиновника. Я напомню, что после массированной атаки иранскими дронами, Украина обратилась к Израилю с просьбой предоставить оружие для ПВО, но такая просьба была отклонена министром обороны страны Бениганцем. Как вы думаете, вот, скажем так, этот удар по заводу, который производил эти беспилотники, это следует рассматривать как жест поддержки Украины, или Израиль преследовал сугубо какие-то свои цели? Ну, я думаю, что демократическая общественность, демократическое сообщество обычно преследуют одни цели. Борьбу с деспотиями, борьбу с авторитарными режимами, восстановление демократии. Вот, и в этом смысле я бы хотел воспользоваться случаем, обратить внимание на то, что украинская дипломатия продолжает политику антиизраильскую. В международных институтах проходит голосование, иногда Украина оказывается на стороне антидемократических режимов. Вот, так что я думаю, что последние действия Израиля должны убедить руководство Украины за внешнюю политику по конституции. В Украине отвечает исключительно президент. То есть мы обращаемся к президенту Зеленскому, что начинать надо уже как бы менять внешнюю политику, становиться демократическим государством и поддерживать в организации объединенных нациях и в других институтах поддерживать Израиль. Ну, я вам скажу, что пока, в общем-то, Израиль, к сожалению, тоже не сильно стремится поддерживать Украину и всячески от этого открещивается. Вчера мы, кстати, общались с Марком Баботом, это подполковник генштаба армии обороны Израиля в запасе. И он тоже, кстати, выражал сожаление о том, что Израиль, имея определенные навыки борьбы с этими дронами, имея необходимое вооружение, которое может бороться с этими дронами, но, к сожалению, поставками этих дронов не занимается. Мы только что говорили о том, что, кажется, Израиль передал некоторые навыки Украине. То есть Израиль в условиях изоляции на самом деле в условиях такого одиночного противостояния целой группе террористических государств, режимов, тем не менее поддерживает демократическую Украину. Почему бы демократическую Украину не поддержать демократический Израиль? И уже только после этого обращаться к Израилю за помощью. Я надеюсь, что политики украинские вас услышали и сделают определенные выводы. Поехали дальше. На протяжении последних недели, полутора недель в России произошло две очень необычные катастрофы. Два крушения двух военных самолетов. Первая история произошла в Йейске. Причиной крушения самолета в Йейске стало попадание птицы в двигатель. Об этом заявили источники ТАСС. Они говорят, что в расследовании обстоятельств крушения бомбардировщика в Йейске было установлено, что в двигатель попали две чайки. Я напомню, что вечером 17 октября там упал военный самолет, упал на жилой многоэтажный дом, вспыхнул масштабный пожар, погибли в результате этого пожара 15 человек. Взрыв и последствия взрыва были очень сильными, потому что самолет был в полном боекомплекте. В Иркутске военный самолет упал на жилой дом. Су-30, который выполнял испытательный полет, по данным издания Твой Иркутск, оба пилота этого самолета погибли, предположительно они задохнулись еще находясь в воздухе в кабине. А пострадавших и погибших на земле пока ничего не сообщают. Ну и собственно говоря, мы конечно эту тему уже с другими нашими гостями тоже обсуждали. Как вы думаете, это ну знаете, некоторые говорят это карма. Вот там например в Йейске самолет, который с полным боекомплектом летел бомбить, наносить удар по Украине вот он разбился. В Иркутске это произошло немного по-другому, тем более Иркутск далеко от Украины, но с другой стороны вы знаете, я вам скажу так, что украинцы не расстраиваются, но не потому, что они злорадствуют по поводу того, что там погибли люди, разбился самолет, а потому, что минус каждый самолет это минус самолет, который теоретически может бомбить мирное население. Как вы думаете, вот эти катастрофы, а они-то вот это только за последних полторы недели, их две было, на самом деле катастрофы с российскими самолетами происходят ну скажем так достаточно часто, и в частности вот эти сушки падают и падают, они в прошлом году, если не ошибаюсь, там 6 самолетов, 6 Су разбились в России, что происходит? Это скажем так, уровень подготовки пилотов падает, это работает вот это так называемое импортозамещение, и там каких-то деталей уже не хватает, каких-то систем, точных приборов, что происходит по-вашему? Ну, я думаю, что в случае с Хейском такое впечатление, что это все-таки использовался стингер, и какие-то косвенные признаки небольшие существуют этого, то есть это сбитый самолет. А вы правильно сказали, что импортозамещение, вот это имитация нормальных чипов китайскими, ненадежными, слабыми, но это то, что ослабляет очень вооружение, ослабляет армию, и это хорошо, Россия находится в изоляции, тем самым сохраняются жизни людей, с которыми Россия ведет военные действия, ну вот в Украине, и я думаю, что качество пилотов очень снижается, потому что они востребованы, очень много гибнет пилотов в Украине, их призывают, снижается качество, и в общем состояние российской армии такое тяжелое, и это в какой-то степени облегчает Украине противостояние в войне с Россией, и слава Богу, вот, так что было бы хорошо, чтобы это все так и продолжалось, будем надеяться, что вот агентурные сети, которые продолжают воровать микросхемы западные, поставлять их в Россию через разные каналы, вот, что они не будут достаточно эффективны, и этот процесс распада российской армии будет продолжаться. У нас остается не очень много времени, но я надеюсь, что мы еще, как минимум, на одну тему успеем поговорить, на тему религии, давайте сделаем несколько православных минут. В Российской церкви и дальше вместо молитв продолжает звучать пропаганда. Патриарх Московский Евсея Руси Крилл Гундяев обещает, что Россию пытаются стереть с лица земли, а все из-за ее альтернативного взгляда на мир, Бога и человека. Сегодня как раз отечество наше проходит через испытания, которые связаны с обращением в сторону России злых взглядов, злых помыслов и злой воли. И некоторые считают, что именно настало то время, когда можно покончить с Россией. А почему? А потому что это альтернативный взгляд на мир, на Бога, на человека. Он не укладывается в рамки той запрограммированной системы, которая исключает Бога из жизни людей. И поэтому, конечно, Россия для многих бельмо в глазу. И то, что сегодня происходит, это не просто какая-то очередная военная кампания, какое-то напряжение. Создается впечатление, что многим захотелось стереть с лица земли Русь православную. Вот такая история. Кстати, согласно последнему опросу в ЦИОМ, доля граждан, которые признают существенное влияние РПЦ на свою жизнь сократилось до минимума. И что для самой православной церкви самое плохое, это то, что она стала терять доверие даже среди глубоко религиозных людей. Это вызвано с попытками священнослужителей вмешиваться в жизнь общества, в политику государства. И по мнению россиян, как показывает опрос, РПЦ превратилась в рупор государственной пропаганды. тут я абсолютно с этим согласен. И я хотел бы просто, как вы прокомментируете вот это заявление главного наместника Бога в России, о том, что Россия это альтернативный взгляд на мир, альтернативный взгляд на Бога и альтернативный взгляд на человека. Что он несет? Ну, я думаю, в философских, так сказать, мировоззрениях патриарх Кирилла не имеет смысла разбираться, потому что их нету. Речь идет об обычном уголовном преступлении, призывы к войне, пропагандистские, очень громкие. Я думаю, что вот та идея, с которой выступил Илья Пономарев о создании неких институтов, воссоздания власти, так сказать, в России, собрать депутатов, Государственные Думы, вот я думаю, что мы должны начать с этого, сделать так, чтобы в этот раз, так же, как это было вот, понимаете, преступления, которые были совершены в Чеченской Республике, преступления, которые были совершены в Афганистане, они оказались безнаказанными, то есть настоящие преступники, которые призывали к этим варварским действиям и участвовали в них. Не были наказаны, они считаются героями до сих пор. Я думаю, что вот нам необходимо, по крайней мере, в случае с войной в Украине, поставить точку и начать новый отчет. патриарх Кирилл обычный уголовный преступник, который призывает к ведению агрессивной войны, что является преступлением по нынешнему российскому законодательству. и что самое главное, может быть, это будет некоторым сдерживающим моментом, если мы примем такие решения, громко так сказать, обозначим это уголовное преступление, чтобы не оставалось никаких сомнений, что когда наступит этот момент освобождения России от преступной власти, в том числе и патриарх Кирилл будет наказан как преступник, обычный уголовный преступник, пора, я к этому давно призываю, и призываю, между прочим, руководство Украины, пора начинать работы не только призывы, не только декларации, но и работу по созданию международного трибунала по преступлениям, в России, в Украине, чеченской я на этой ноте предлагаю закончить, вы абсолютно правы, на этот момент, к сожалению, ситуация складывается совершенно по-другому, потому что если мы вспомним депутата Горинова, который призвал не убивать, прекратить войну, потому что умирают украинские дети, ему дали семь лет, то вчерашняя история с пропагандоном Красовским, который сказал, что украинских детей нужно топить и сжигать, но его отстранили от работы. Пока все так. Вам огромное спасибо, Константин, я напоминаю, что с нами был политик, депутат Госдумы РФ созыва 1996-2000 Константин Боровой. До следующей встречи, Константин, до следующей встречи наши дорогие зрители. Я напоминаю, что вы должны подписаться на канал Утро Февраля, если вы этого еще не сделали, подписывайтесь на нас в соцсетях. Меня зовут Василий Зверев, мы с вами увидимся завтра, берегите себя, берегите своих родных, держитесь, все будет хорошо.